Вы скачали файл с выкройкой бомбера. Сначала откройте его в любой программе, которая читает PDF, и вам необходимо распечатать только первую страницу с тестовым квадратом. В настройках печати выставляете масштаб печати 100%. После распечатки первой страницы нужно измерить стороны квадрата линейкой и убедиться, что его размеры 10 на 10 см. Одна сторона ровно 10 см. Вторая сторона ровно 10 см. Значит, если размер квадрата совпадает с заявленным на листе, то при распечатке ваша выкройка не будет иметь искаженных размеров. После того, как вы убедились, что с масштабом печати у вас все в порядке, вы второй и третий листы пропускаете и начинаете печать с 4 по 25 страницу. Каждый лист подписан, какой ряд и какой порядковый номер. И также на каждом листе у вас будут метки в уголках в виде вот таких крестиков, по которым мы будем совмещать и собирать выкройку. Как собираем листы по порядку в горизонтальные ряды? Посмотрите, вот на этом листе ряд первый, лист первый. На этом листе ряд первый, лист второй. Значит, мы должны их совместить вот так. Как это сделать проще всего? Мы берем линейку. Вот они наши меточки совмещения. И мы по линейке соединяем метки друг с другом. Это линия совмещения. На втором листе мы также соединяем эти метки. И для удобства накладывания листов друг на друга, нам с этой стороны полосочку вот эту вот нужно обрезать ножницами. Также нам понадобится малярный скотч, для того, чтобы листы выкройки скрепить между собой. Обрезаем вот эту полосочку. После этого листы накладываем друг на друга. И вы видите, что все линии, обозначающие различные размеры, у нас полностью идеально совпадают. Как только вы получили вот такой результат, вам нужно зафиксировать эти листы. Для этого мы берем малярный скотч и маленькими фрагментами. Посмотрите, через малярный скотч все линии выкройки прекрасно просвечиваются. Чем еще он удобен, его можно снять и переклеить, если вдруг окажется, что где-то линии сместились. С обычным скотчем прозрачным это не получится. Поэтому удобнее пользоваться малярным. Вот мы получаем два листа, склеенных по горизонтали. Ряд первый лист первый и ряд первый лист второй. Теперь посмотрим, как мы совмещаем листы по вертикали. Для примера мы распечатали ряд второй лист первый и ряд второй лист второй. Соответственно, мы их будем размещать вот таким образом. Мы проделываем те же операции. Посмотрите, у нас метки совмещения есть и внизу листа. Мы точно так же совмещаем их по линеечке. Из какого-нибудь из листов, либо с верхнего, либо с нижнего, мы вот этот вот край должны срезать. Но верхние у нас уже скреплены, поэтому нам все-таки удобнее будет это срезать с нижнего листа. Мы убираем вот эту полоску, которая нам мешает совместить в линии. И точно так же наш листик размещаем, совмещая линии выкройки. Совместили, наживили. Для начала можно пару точек наживить, потом, если нужно будет, если все точно, тогда можно будет более прочно соединить. И мы подклеиваем второй лист. Точно так же метки совмещения соединяем карандашом. Но в этом случае мы и справа края убираем лишнюю бумагу, и сверху. Срезаем с одного края. И убираем сверху. Дальше порядок действия у нас аналогичный. Дальше не забываем провести линию совмещения на листе из верхнего ряда. И вот сюда мы накладываем лист второй, добиваясь совмещения линии выкройки. Вот посмотрите, здесь совпало. И по вертикали все совпало. Если где-то расхождение в 1-2 мм, абсолютно не заморачивайтесь, потому что на точность перевода выкройки это не сыграет никакой роли. На точность перевода выкройки это никак не повлияет. Точно так же мы наживляем в 2-3 точках. И продолжаем собирать листы, пока не соберем полностью лист выкройки. Каким образом вы будете работать, то ли собирать сначала горизонтальные ряды, то ли собирать сначала вертикальные ряды. Это зависит от ваших предпочтений. То есть определенных каких-то строгих правил в этом случае нет. Обратите внимание, что четвертый лист во втором ряду отсутствует. Это не потому, что мы о нем забыли, а потому, что это просто белый лист. И программа его не распечатывает. Поэтому после того, как вы склеили, вы просто в эту дырочку помещаете где-то лист бумаги. И подклеиваете его точно так же скотчем, для того, чтобы дырочки у вас здесь не было. И в самом нижнем ряду у вас получится всего лишь пять листов. Шестой будет отсутствовать. Вы соберете все безошибочно, потому что каждый лист подписан. Ошибиться в порядке сборки невозможно. Когда вы получите вот такую вот штуку, нужно определиться со своим размером, скорректировать его при необходимости и снять детали выкройки уже на кальку. Вы склеили все листы выкройки. И теперь нужно определить, какой размер скопировать на кальку. Это выкройка из журнала от обры. Поэтому и таблицу мерок мы будем брать из журнала от обры. Для удобства рекомендуем ее распечатать. Первая мерка, на которую мы обращаем внимание, это обхват груди. У нашей модели обхват груди составляет 88 см. Значит, мы сейчас будем промерять на листе выкройки. Размер 38. В первую очередь обращаю внимание на детали 1, 2 и 3. 1. Это полочка, 2. Бачок полочки и 3. Деталь спинки. Сначала мы чертим себе две вспомогательные линии. Перпендикулярной линии середины переда и под проймы проходит она. То есть вот такая линия. Она нам нужна как ориентир для того, чтобы промерять ширину переда плюс бачка переда. И то же самое мы делаем на спинке. Перпендикулярно средней линии спинки, под проймами, мы проводим себе вспомогательную линию. Так как наша модель по таблице соответствует 38 размеру, мы с вами измеряем ширину спинки под проймой от середины спинки до линии, обозначающей 38 размер. По проведенной линии я прикладываю сантиметровую ленту и измеряю расстояние от середины спинки до линии, которая обозначает нужный нам размер. Вот ширина спинки в данном случае составляет 26,5 сантиметров. По навеченной вспомогательной линии мы измеряем расстояние от середины спинки до нужной нам линии. В данном случае эта мерка составляет 26,5 сантиметров. Так как это выигрыка плоского кроя, мы можем данную мерку просто умножить на 2 и получить ширину половины изделия. Но на всякий случай давайте мы проверим с вами и ширину. Переда и бачка переда. Точно так же по вспомогательной линии мы с вами измеряем расстояние от середины переда до линии, которая обозначает нужный нам размер. То есть мы измеряем только вот этот вот отрезок. В данном случае его длина составляет 16,3 сантиметра. И по вспомогательной линии на бачке переда мы тоже находим линии, которые соответствуют нашему 38-му размеру. Это вот эта вот линия и вот эта линия. То есть нас интересует вот этот отрезок плюс вот этот отрезок. Здесь у нас отрезок 16,3 сантиметра. И тут же мы перекладываем на бачок. И получается, что общая ширина перед плюс бачок у нас составляет также 26,5 сантиметра. То есть для размера 38, общая ширина бомбера составит 26,5 плюс 26,5, итого 53 сантиметра. Обхват груди по таблице у нас 88, соответственно полуобхват 44 сантиметра. 53 минус 44, 9 сантиметра. Это заложенная в выкройке свобода облегания. То есть если вы снимете выкройку себе размер в размер, то на полуобхвате у вас будет свобода облегания в 9 сантиметров, а на обхвате в 18. Если вы любите изделия объемные, свободные, то тогда снимайте размер в размер. Если вы хотите изделия более облегающей фигуры, более соответствующей контуру фигуры, то вы можете снять выкройку на размер меньше, то есть 36. Тогда свобода облегания на полуобхвате у вас составит 7 сантиметров. Соответственно на обхвате 14 сантиметров. Либо вы можете снять на 2 размера меньше. В этом случае на обхвате у нас будет плюс 10, на полуобхвате плюс 5. Для нашего бомбера мы снимали выкройку на 2 размера меньше. Прежде чем проверить ширину изделия на уровне бедер, нам нужно определить, а где, собственно говоря, у нас это изделие закончится. Для того, чтобы определиться с этой меркой, мы измеряем длину выкройки от своего размера по линии горловины до своего размера по линии низа. В данном случае вот между метками расстояния мы измеряем. И у нас оно равно 54 сантиметра. К этой мерке мы прибавляем половину ширины воротника. Она составляет 3 сантиметра. Значит, 54 плюс 3. Длина изделия до пояса у нас составит 57 сантиметров. Так как пояс эластичный, его можно в эту проверку не включать. В любом случае он вам окажется в пору. Получившуюся мерку вы прикладываете к себе на спину к седьмому шейному позвонку. Это позвонок, который сильнее всего выступает в области шеи. И смотрим по сантиметровой ленте, где заканчивается изделие. Нам нужен обхват бедер именно на этом уровне. Здесь манекен, у него пропорции не совсем соответствуют человеческой фигуре. У вас может получиться, что изделие закончится выше самого широкого места бедер. Поэтому вам нужен будет не максимальный обхват, а обхват бедер на том уровне, где закончилось изделие. Аналогично мы промеряем ширину изделия по линии бедер. То есть от средней линии спинки до линии, обозначающей нужный нам размер. Ну вот здесь вот внизу. Как вы уже убедились, мы можем измерить только ширину спинки умножить на 2. И получить объем изделия по линии бедер. Для того, чтобы вам удобнее было работать с калькой, обведите жирной линией, карандашиком так вот поактивнее, тот размер, который вы будете себе переводить. Так вы не ошибетесь при переводе выкройки с листа выкройок на кальк. Когда вы переведете нужный вам размер, вот смотрите, мы перевели 34 размер деталь спинки, 34 размер деталь переда, 34 размер бачок, и вот у нас 2 детали рукава. Нижняя туда завернута, ее пока не видно, а передняя деталь рукава вот у нас, ориентируемся по наличию метки. Когда все детали переведены, вам нужно эти детали склеить малярным скотчем, как будто они сшиты в изделии. Таким образом мы можем определиться с длиной изделия, с шириной рукава и подкорректировать мелкие дефекты посадки. Мы уже примерку этих деталей делали перед раскроем, поэтому видите, у нас здесь вот остатки канцелярского скотча. Но удобнее работать все-таки бумажным скотчем. С такой вот бумаги, кальки, он легко отклеивается, то есть вы можете изделие как бы собирать, разбирать, и выкройка ваша не повредится. То есть вот так обычно мы укладываем детали вместе, совмещаем. Перенесенные метки, ну вот таким образом склеиваем. Можно не часто, не густо, потому что потом-то все равно его разбирать. Склеили полочку, теперь она у нас целая. Дальше склеиваем полочку со спинкой. Здесь удобнее расходить, сложив выкройки лицо к лицу. Склеиваем точно так же. В нескольких местах. Далее нам нужно клеить детали рукава. Соответственно, мы соединяем переднюю часть рукава с полочкой, заднюю часть рукава со спинкой. И потом склеить нижний шов рукава, верхний шов рукава и плечевой шов. Когда вы склеили все детали, перед вами теперь не абстрактные детали кроя, а вполне осязаемый макет изделия, который вы можете примерить на себя и скорректировать какие-то недостатки, которые вам не нравятся. Получившийся макет мы можем примерить на человека. Середину переда размещаем по середине переда. Ориентируем у нас служит вот эта вот еремная вылеска, вот эта впадинка на шею. Середину спинки мы размещаем по позвоночнику. Ориентируем служит вот седьмой шейный позвонок, предыдущий к войне макистой отрочкой позвонков. Как вы видите, получившееся изделие у нас прямого силуэта. Здесь отсутствует питание. Для бомбера это характерно, потому что изделие к нам пришло из военной формы, из мужской моды. Это плоский крой. Поэтому, когда вы наденете на себя этот выбор, вы увидите вот этот характерный залом от кроя. Это не дефект посадки, это особенность данного кроя. На бумаге он выглядит резко, потому что бумага с жестким материалом на ткани будет все гораздо мягче. Что мы еще оцениваем? Длина изделия. Здесь еще у нас будет пояс шириной 6-7 см. Длина рукава. Здесь еще будет манжет шириной 7 см. Горловина вылез может показаться вам великовато. Но по горловине у нас будет располагаться вот такой вот воротник из трикотажной рукошкарсы. То есть, без отшива макета вы можете увидеть, что в результате у вас получится. Конечно, это достаточно грубая прикидка. Но, тем не менее, впечатление на вас будет более полное, чем когда мы смотрим на плоскую выборку.